итак всем привет надеюсь нас хорошо слышно кто-нибудь попробуйте нам чего-нибудь написать в чатик а мы послушаем мы послушаем что у нас тут происходит сейчас тут восстановится соединение с чатом и мы начнем пока показывается всем заставка загружается у нас чат чат пока пустой ребят напишите что-нибудь в чат что-нибудь слышно видно в эфире состояние трансляции кстати хорошая вдруг резко стало так так всем привет надеюсь у нас хорошо так небольшая техническая неполадка и теперь я представляю кто у меня тут со мной гость так вот они мы всем привет всем привет да это алексей и павел сейчас я вас я представлю для того чтобы ему соответствовать сделаю тоже умный вид у меня есть очки вот итак значит что мы сегодня будем делать и зачем такой стрим сделали поднимаются часто вопросы то есть ребята смотрят youtube у youtube есть выдача если там набрать слово канбан то там очень часто очень интересные описание того что за канбан и хочется это дело разобрать итак прежде чем мы начнем это все дело разбирать вот хотелось бы сделать небольшое такое лирическое отступление лирическое отступление номер раз мы будем сейчас разбирать тот к инструмент который называется канбан метод это то что как раз и используется при производстве нематериальных продуктов и используется в деятельности требующей большого количества когнитивных навыков эта штука была изобретена в период с 2007 по 2011 по 2010 год таким человеком как дэвид андерсон или даже правильнее сказать дэвид джей андерсон есть соответственно организации которые преподают это дело здесь два логотипчика выведена один называется канбан университи второй называется дэвид андерсон school of management вот и это имеет очень сильно опосредованное отношение к тому канбану который использовался когда-то на производстве в тойоте и если мы посмотрим на вот эту деятельность деятельность связана с производством нематериальных продуктов и деятельность требующую какого-то количества большого количества когнитивных навыков таких как ну умственная деятельность research and development и тому подобное то производственный канбан там особо сильно не работает именно из-за этого возник дэвид андерсон со своим учением почему нашему спаше мнению стоит доверять ну здесь немножко надо рассказать там о нас да то есть меня зовут алексей соответственно и я аккредитованный канбан тренер я тренер вот это вот университета линканбан университи а и кстати как обычно мы что-нибудь забыли перед стримом мы забыли выключить кондиционер который скрип некоторые нам вносит вот я его выключил теперь у нас шумов лишних стать должно поменьше второе это то что я канбанка очень профессионал то есть это некоторый такой креденшал то есть это бейдж от компании университи который подтверждает определенный объем знаний по тому как использовать канбан в организациях если посмотреть на пашу то во первых здесь да есть такая замечательная картинка ваша это у нас человек контрольная диаграмма большие сейчас исследования проводят с точки зрения анализа ситуации через контрольные диаграммы канбановские он является team канбан практишнером то есть практиком канбана на уровне команд и соответственно канбан менеджмент профессионал есть такой креденшал это соответственно определенный уровень знаний по поводу того как использовать канбан метод в организации вот а мы хотели бы посмотреть соответственно с вами разобрать определенный набор видосиков вот я их открыл три вы их видите сейчас на экране и самый первый видосик как он называется канбан сложные вещи за пять минут давайте мы сейчас попробуем его посмотреть и вот смотрите я как бы такого плана стрим делаю первый раз и у меня может быть такая проблема не получится такая проблема смотрите если вдруг будет задваиваться звук вы мне пишите в чатик мы что-нибудь с этим сделаем а пока мы переключимся на видео давайте с вами посмотрим замечательные видосики итак первое это некий роберт валик будет нам рассказывать о канбане школа компьютерная халяль не знаю ну ладно мы не будем стебаться мы будем серьезными да неизвестно халяль все серьезно а ты знаешь такую школу нет нет я тоже не знаю и роберта не знаю как бы и что он знает не знаю но видосики эти смотрел ну давайте посмотрим что у нас там получится итак поехали привет друзья мы продолжаем нашу рубрику сложные вещи за пять минут прошлый раз мы общались с робертом о скраме сегодня поговорим о канбане да потому что канбан это тоже методология разработки тоже инструмент управления проектами и он тоже относится к вот тут хочется сделать первую самую сноску павел что ты думаешь о том что сейчас нам сказал роберт методология разработки что-то я не помню чтобы канбан у нас был методологии разработки ну да по сути канбан не является методологии разработки канбан называют словом метод вообще в принципе с терминами такими как методология метод и методика стоит определенным образом разбираться да то есть методика это какое-то инженерное решение метод это методика создания методик соответственно методологии это скорее наука уже канбан своим создателем позиционируется как метод чего еще мы здесь вытащили это agile когда у нас собственно позиционировался изначально канбан как альтернативный путь в agile не в agile а в agility альтернативный путь в agility итак ребят смотрите грубо говоря канбан это уже пост agile подход он возник через 10 лет после ну чуть меньше чем через 10 лет после возникновения agile манифеста чаще всего какие инструменты мы относим к agile это те инструменты которые хорошо работают при соблюдении требований можно так сказать agile манифеста то есть когда все разделяют ценности agile манифеста и работают с использованием принципов канбан этих вещей не требует вот соответственно тоже здесь серьезная вещь есть которая касается разработки не только эта разработка и даже так если вы придете к любому канбан тренеру канбан университи то вам объяснят одну простую вещь что канбан не является во первых фреймворком он не является инструментом управления проектами и он не является методологии разработки или там управление жизненным циклом разработки по сути это способ улучшения качества обслуживания в процессах связанных соответственно с интеллектуальной деятельностью и производства нематериальных продуктов что поедем дальше давай дальше смотреть что там говорит нам а давайте кратенько буквально на секундочку заглянем в чат может быть там есть какие-то проблемы так где наш чат задваяние звука нет но видео лагает ну посмотрим я еще не до конца разобрался как сделать так чтобы не лагало но поехали дальше solamente вот что traversING канбан основан на использовании специальных досок досок или партнерми или еще converрос и на доске отражены все задачи которая есть у команды и вообще надläseason как все动 работа Денияsl thrive Live с конца на все задачи которые над которыми идется работа а над которыми работа не ведется не должны быть отображены они не должны быть отображены до Erdell & Доска, на которой отображается работа. Так, в принципе, где-то он близок к общему восприятию, что такое комбан. Если копнуть какого-нибудь любого человека в IT, в принципе, наверняка в других видео мы увидим, что комбан – доска. Комбан равно доска. Но это не так. А почему, Алексей? Да, это не так. Здесь на канале есть видосик про комбан-мифы. То есть комбан – это вообще не про доски и не про стикеры. И то, что находится на доске, если мы даже ее обзываем комбан-доской, эти вещи лучше называть рабочим элементом. Потому что на разных уровнях работы это будут абсолютно разные вещи. То, что мы обычно называем задачей – это некоторая такая инженерная штука, которая требует какого-то внимания от инженера. Но, по сути, чаще всего доска должна показывать, доска должна описывать некоторый сервис в организации. Это может быть функциональное подразделение, это может быть команда. И есть как-то некоторый заказчик у сервиса, который просит, чтобы была выполнена какая-то работа. И вот эта работа часто называется рабочим элементом. И в зависимости от того, что это за сервис, это могут быть разные вещи. То есть это может, если у нас описано с помощью комбан-системы, скрам-команда, то это будут PBI, то есть Product Backlog Items. Если это, не знаю, там доска, на которой топ-менеджмент работает, чаще всего это какие-то стратегические инициативы. Если это доска, которую используют в PMO, в Project Management Office, то это, скорее всего, какой-то портфель проектов. И стикер на доске обозначает именно проект. То есть здесь история примерно такая. Ну да, в комбане используются доски. Кстати, стоит еще отдельно отметить, что не каждая доска со стикерами – это комбан-доска. Мы об этом еще, наверное, поговорим. Слушаем дальше. Эти задачи разбиты на этапы. И каждому этапу соответствует колонка на доске. Вот пример самой простой комбан-доски. Есть три колонки – новая задача, задача в работе и сделанная задача. И в каждой колонке есть какие-то карточки. Или, извиняюсь, карточками или задачами. И по мере того, как задачи берутся в работу, они проходят через все этапы. И так можно визуализировать рабочий процесс. Смотрите. Да. Но он прав, во-первых. Мы визуализируем рабочий процесс. И эта доска вполне себе может подойти под некоторую визуализацию процесса. Совершенно верно. Здесь Роберт прав. Но я бы хотел отметить такую вещь. То есть, если у вас доска содержит большое количество этапов, то, скорее всего, на ней точно не задачи. Ну, возможно, это какая-то фича для продукта или что-то еще, или какая-то пользовательская история, либо пользовательский сценарий. А именно задача – это то, что должен выполнить специалист для того, чтобы стикер на доске перешел из одной колонки в другую. В частном виде, где вот доска, где показывает Роберт, да, действительно, здесь можно, наверное, считать то, что там наклеена какая задача. Но если вдруг колоночек будет чуть больше, чем три, то это уже будет совсем другая история. Но с другой стороны, может быть, и дизайн стикера по-другому, и оформление работы другой. Мы можем же сделать на одном стикере просто этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы задачу перетащить в следующий статус. Да. Ну и тоже, кстати, последовательность колонок – это тоже один из способов визуализации рабочего проекта. У меня в консультантской деятельности был один из примеров, когда ребятам было удобно визуализировать не столбцами в колонке, а строками. И у них стикеры двигались сверху вниз по строкам. Этапы работы были описаны строчками. А в каких случаях, давай тогда разберем, бывает дизайн стикера с чекбоксами? В каких случаях он понадобится? То есть мы раскладываем работу не на несколько колонок, а оформляем некоторый стикер, в рамках которых указан типы работ, которые нужно выполнить, чтобы стикер перетащился на следующий этап. Да. Ну давай это обсудим. Ты хочешь сам сказать или нет? Да тебе, я же тебе... А, ну окей. Смотрите, здесь история примерно такого плана. Чаще всего, когда визуализируют все это в виде таких досок, как показал Роберт, то это показывает некоторую последовательность действий. Но в жизни она гораздо сложнее. И многие работы требуют последовательных этапов, параллельных этапов, упорядоченная деятельность, неупорядоченная деятельность. Есть какие-то обязательные, необязательные активности. Я могу это описать простым примером. Если вы разрабатываете, ну не знаю, какой-нибудь сервис, ну там интернет-банк или что-нибудь еще, или как бы веб-сервис какой-то, у которого есть еще мобильный клиент. То есть, соответственно, вы можете на Android, на iOS и под веб делать все это дело параллельно, а может быть последовательно. А, например, еще при веб-разработке у вас есть серверная часть и клиентская часть. Она может быть последовательна, может быть параллельна. Любой закрос клиента, например, может проходить, вначале его надо сделать на Android, потом на iOS, а потом на веб. А может быть наоборот, на веб, на Android, на iOS. А может быть так, что это надо сделать только на Android, а на iOS не надо делать. То есть, здесь часто мы не обойдемся просто с последовательностью колонок. И здесь вот как раз спасает то, что ты говоришь, дизайн стикера. То есть, какие-то чек-листы на стикере. Но таким образом нам сложно будет оценивать отдельные типы работ. То есть, мы не можем посчитать circle time для отдельного типа работ на такой доске с таким дизайном стикеров, кстати. Вот вопрос. Или можем? Мы всегда все можем посчитать, если вручную. Я сделаю некоторую сноску. Паша заиспользовал такой термин, как cycle time. Что такое cycle time? Это время, соответственно, между любыми вертикальными колонками на доске нашей. То есть, между любыми этапами работы. То есть, если мы говорим про cycle time, лучше упомянуть, что это за cycle. То есть, это cycle. Это время цикла разработки, время цикла тестирования, время цикла оценки или что-то еще. Какого-то отдельной... Какого-то отдельной активности. И, кстати, идеальным случаем бывает непостроение доски через handoff. То есть, передачу рабочего элемента от одного человека другому. И не через какие-то этапы, где мы описываем здесь деятельность одного вида, здесь деятельность другого. А именно через этапы накопления знаний. То есть, как мы начинаем узнавать больше о той работе, которая у нас идет. И тогда у нас получается визуализировать на одной доске очень сильно разные работы. Потому что, сами посудите, например, в серьезных каких-то системах, если мы там будем визуализировать работу подразделения маркетинга в компании, которая не занимается маркетингом для рынка. Компания, это просто подразделение маркетинга в крупном интерпрайсе каком-нибудь. То у них все проекты очень сильно разные. И жизненные циклы у них очень сильно разные. Но нам надо это показать как-то на одной доске. Может, мы так уже достаточно вперед ушли. Теперь мы сейчас можем копнуть и в ту историю, а почему, собственно, стикеры на доске не уходят назад. Почему их нельзя вернуть назад, если, допустим, какой-то тестировщик хочет сделать обратно. Паш, я думаю, это аутоскоп. Мы все-таки вернемся к Роберту. Роберт, наверное, пытается что-то рассказать хорошее. Весь канбан построен именно на визуализации процесса выполнения задач команды. Ну, вот, кстати, согласен. То есть, как бы, визуализация всегда является первым шагом. Но только смотрите, какая здесь очень важная вещь. Есть канбан, это метод, который основывается на принципе, начните с того, что есть сейчас. И визуализация должна строиться именно от того, как сейчас работает ваша команда, либо группа людей, которую вы там канбанизировать хотите. То есть, вы не проектируете процесс под них. Вы пытаетесь канбан доской или просто доской со стикерами описать то, как они уже работают. Судя по всему, по этой доске можно что сказать, например, что у команды есть один тип работы. А может, типов работы несколько, но специалистов всего там... Или они универсальные. Или они универсальные, да. Либо, может, вполне себе скрам-команда может быть с такой доской работать. Ну, я все-таки скрам-процесс нельзя писать такой доской, как бы, потому что... Скрам может использовать эту доску вполне себе. Скрам запросто использует эту доску внутри спринта. То есть когда у нас PBI разбитый на элементарные задачи, и команда берет один PBI себе за один спринт, тогда вот так вот примерно выглядит доска и будет. Ты можешь более конкретно объяснить, как работать по Kanban? Да, конечно. Для того, чтобы начать работать по Kanban с вашей существующей команды, или может быть снова есть, если собрали новую команду, для начала, конечно, нужно определиться с этапами, которые вы следуете для выполнения задачи. Вот оно как раз тут и вещь такая есть. Kanban метод используется к уже существующему процессу, а проектировать процесс с самого начала смысла никакого нет. Еще у нас, кстати, в чате появился вопрос. Можете привести пример таких колонок, как накопление знаний, что это может примерно быть? Смотрите, грубо говоря, любая, ну допустим, какой-то проект, или допустим, какая-то маркетинговая идея, в начале она часто проходит этап некоторой брифования, на котором мы должны понять вообще, в чем заключаются креативные идеи, того, что нам надо сделать. Потом идет какое-то исследование, которое будет касаться тех ауткамов, то есть той ценности, которую мы можем от нее получить. Потом она может пройти некоторый этап согласования выдачи бюджета. Причем на всех этих этапах может работать не только один, но и несколько человек. То есть это не хенд-офф, передача от специалиста к специалисту. А этапы согласования, это часто тоже не передача от специалиста к специалисту, а тот же специалист, который готовил эту креативную идею, идет к какому-нибудь генеральному директору и пытается согласовать у него бюджет на эту работу. Потом, соответственно, идет реализация, потом, соответственно, допустим, идет запуск какой-то маркетинговой акции, отслеживание ее результатов. И смотрите, на всех этих этапах работает один и тот же человек, маркетолог, который это все дело делал. Вопрос заключается только в том, что каждый из этих этапов отличается тем, что мы узнаем о системе чуть больше. То есть вначале это какая-то идея, потом, соответственно, она расширилась, потом к ней добавился бюджет, уже у нас есть какое-то знание о том, в каком объеме мы можем ее реализовать. Затем мы ее реализуем, там появляются конкретные детали, потом мы ее запускаем, то есть появляется конкретная опять информация о том, как она запустилась, что там есть, анализируем результаты, собираем большое количество данных, да, оценки рисков и тому подобные вещи. Вот, надеюсь, я ответил на вопрос. Ну, если взять, допустим, команду какой-нибудь разработки, которая там для многих близко в рамках IT, то каждый этап следующий, в принципе, тоже накопление знаний. Сначала у нас работает аналитик, анализирует там, что необходимо сделать, делает оценку первичную, потом у нас работает, делается анализ систем, какие необходимо сделать работы, по каким системам, то есть еще архитектор. Каждым этапом у нас дальше уже идут разработчики, нарабатывает программный код, потом у нас идут тестировщики. И, в принципе, если посмотреть, то каждый отдельный такой кейс, который у нас на доске существует, может быть связан и с документацией по анализу, и с документацией по архитектуре и так далее. И в каждом этапе можно вот отобразить и показать, что если у меня задачка перешла на следующий этап, значит, у меня есть ссылочки туда-то, ссылочки на этот, у меня есть такой-то накопленный документация и так далее. В принципе, это можно тоже каким-то образом визуализировать, количество накопленной информации в том же, допустим, стикере, что у нас есть, даже галочками отмечать. Да, и тут нам сразу же задают следующий вопрос. Если есть несколько типов работ, этапы накопления знаний тоже у них будут отличаться. Также, вот смотрите, как раз, если мы проектируем с точки зрения хендов, то они будут отличаться, а с этапами накопления знаний обычно нет. При этом еще, смотрите, когда мы выделяем общие этапы накопления знаний, то любые детали, которые мы должны делать внутри этих этапов, да, то есть, например, у нас есть этап, который назвали там разработка, внутри разработки может происходить много каких активностей, и параллельных, и последовательных. По сути, мы пытаемся через дизайн стикера, то есть, вот этого листочка на этой доске, попытаться описать всю ту, как бы, сложную работу, которая проводится внутри. Иначе, что у вас получается? Если вы, у вас есть много разных типов работы, у них разные абсолютно жизненные циклы, и вы не смогли их свести на одну доску, то у вас получается много досок. А много досок, это значит, что один специалист у вас может жить на нескольких досках, а если он живет на нескольких досках, то он, как буриданов осел, может умереть, не зная, к какой доске приступить. Доска показывает четкий приоритет, чем ему лучше заняться сейчас. Ну, кроме всего прочего, я бы еще тут ремарку сделал. Если у нас есть специалист, время которого мы управляем, то ему необходимо еще и ограничение по этому как-то строить. Получается, в рамках одной доски, двигая определенные типы работ, наверное, это делать проще, чем сразу на нескольких. Ну, совершенно верно. И контролировать одну доску проще. Можно, кстати, пример привести. Разный тип работ. Каким может быть разный класс там? Ну, вот если брать тех же маркетологов, у них могут быть какие-то спецпроекты или там партнерские проекты. Партнерские проекты, это, например, там, мы хотим что-нибудь с каким-нибудь московским марафоном замутить вместе. А спецпроекты, это может быть там, ну, не знаю, грубо говоря, какая-нибудь маркетинговая акция. Если это банк, там, запустить какой-нибудь там флайер, который будет раздаваться в отделениях банка. По сути, это абсолютно разные работы, но эти все работы, они брифуются. После этого, после брифования, они там каким-то образом защищаются. Ну, скоринг идет, после этого защищается идея, реализация идет. Потом, соответственно, запуск этой акции, потом анализ ее результатов. А зачем вообще нам делать такие типы, разные типы работы? Чтобы что? Потому что чаще всего эти разные типы работы имеют разную природу и разную структуру. Если мы хотим потом делать некоторый пост-анализ для того, чтобы вырабатывать так называемые соглашения о качестве обслуживания, нам надо их разделять. Да, но мы копаем сейчас очень глубоко, Паш. Я думаю, как бы у Роберта чуть попроще все будет. Прям торгоном, говорит, дизайн, разработка, кода, тестирование и сдача, или, может быть, какая-нибудь другая команда, который делает другие вещи. Паш, что нужно для начала выписать какие-то этапы. В принципе, вам не обязательно делать это настолько точно, вы можете начать даже с самой простой, и постепенно улучшать ваш процесс. Вот это вот шикарное замечание. То есть, даже с точки зрения, если мы, может быть, даже неправильно Роберта поняли, но вы пытаетесь визуализировать тот процесс, который у вас есть, и не получится правильно его визуализировать, может быть, вполне нормально. То есть, как понять, хорошо работает визуализация, ну, точнее, хорошо сделана ваша визуализация или нет. Если вы видите, что специалист стоит со стикером у доски и не знает, наклеить его в какой этап, значит, точно где-то косяк с визуализацией. И доска будет меняться. Соответственно, доска будет меняться, если вы проводите организационные изменения. А Kanban это как раз для того, чтобы эти организационные изменения случались. Поэтому здесь Роберт прав. После того, как вы выписали этапы работы, вы можете создать доску, и на доске отразить это в виде колонок. Эти доски можно создавать, как на настоящих досках, и вот так же, как здесь. Или можно создавать, например, на инструменте вроде Jira, или Kitrack, или Trello. Сейчас есть много проблем. Здесь хотелось бы вставить ремарочку, что ни один из этих инструментов, Kanban University, официально не признан Kanban Tool. То есть, в чем здесь интересная вещь? То есть, как отличить доску Kanban от просто доски со стикерами? Наличием так называемого Pull Signal, то есть, сигнала к вытягиванию. Kanban система, она отличается от любой другой тем, что она вытягивающая, то есть, от проталкивающей, или конвейерной производственной системы. То есть, на доске у вас должен быть виден сигнал о том, что кто-то может взять себе какую-то определенную работу. Как это было в бережливом производстве? То есть, когда поступал определенный заказ на завод, который, например, делает радиоприемники. Заказ поступал на самый финальный этап работы. То есть, приносился какой-то лоток, в который надо было положить приемники сделанные, и на этом лотке была карточка, в которой написано столько таких-то приемников, столько таких-то приемников. И вот эта карточка называлась комбан. Соответственно, специалист смотрел эту карточку и понимал, сколько каких ему запчастей надо. Он шел на предыдущий этап работы и, соответственно, формировал комбан-карточку для предыдущего этапа работы, где там человек мог спаять какие-то вот эти платы, сделать корпуса. И точно так же. Вот. Такая штука. То есть система называется вытягивающий. Мы не пытаемся прогнозировать рынок для того, чтобы произвести кучу разных там каких-то вещей и потом, ну, этих, точнее, запчастей, и потом из них собрать продукт. Мы идем от заказа. Это капитально отличает комбан от конвейерного производства. И в примере того, как вы создаете тоскок, часто полезно для каждой колонки выставить какое-то количество ограничений, какое-то ограничение по количеству активных задач в этой колонке. Таким образом, можно выявить, если какая-то колонка накапливает слишком много задач, и у вас в этом месте есть какое-то замедление и какое-то узкое место в смысле. Тут, по-моему, он заговорился, и у него все смешалось. Кони, люди и залпы тысячи орудий. Ограничения, чтобы выявить... Ну, то, что ограничения нам нужны, то есть как бы в нашем современном комбане ограничения нужны для того, чтобы, можно так сказать, управлять потоком. Но не для выявления. То есть само действие ограничений не для того, чтобы выявить. А скорее для того, чтобы, наоборот, найти решение. Чтобы решить проблему, да. То есть она там, как бы, ограничение завершенной работы начинает подсвечивать определенную вещь. Стоп, стоп, тут есть пара вопросов. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, проблема таких видео про комбан это проблема маркетинга, комбан слишком широкое значение или какой-то другой феномен? Так. У меня есть... Давай там каждый по мнению скажет. У меня есть мнение то, что... Вот смотрите. Начну чуть-чуть издалека, грубо говоря, из-за того, что... Хотя не знаю, насколько это будет правильно. Затягиваю, конечно, с решением, но... Интерес примерно заключался в следующем. Допустим, есть проблема с определением того, что такое называется agile, да. То есть, как бы, есть четкий манифест, хотя некоторые начинают придумывать свой собственный какой-то agile, не связанный с манифестом. Кто-то новые версии манифеста делает, кто-то еще что-то делает. Вот. Но нет никакой организации, которая, как бы, всемирные институты джайла, которые бы брал там и следил за манифестом, каким-то образом его развивал или еще что-то с этим делал. Вот. Поэтому куча разных трактовок есть. То, что связано с комбаном, здесь есть четкие организации, которые это все дело развивают. Но есть большая путаница. То есть, неправильный маркетинговый ход, видимо, назвать вот этот вот инструмент, то, что называется комбан-метод, вот этим словом комбан. Потому что, как бы, по сути, инструменты абсолютно разные для абсолютно разных вещей. Но, как бы, с точки зрения маркетинга название одно. И люди часто начинают, как бы, вот это вот все смешивать. Где-то у кого-то что-то слышал, что-то там читал еще про производственный комбан. И появляются вот такие вот какие-то странные гибриды и понимания. А еще, скорее, тоже некоторые маркетинговые такое упущение, то, что у нас в большинстве своем и не знают ничего о комбан-юниверсити, и не знают ничего о Дэвиде Андерсоне, и не знают ничего о том, как это можно поучиться этому делу, и где, и как. И, кстати, я думаю, наверное, надо будет видео сделать или стрим, где вообще, в принципе, Ленин Родмап написать, если вы хотите изучать комбан-метод, то что это такое. То есть, как найти себе преподавателей и тому подобное. Обещаю, никаких реклам от меня там не будет. Я буду в общих чертах рассказывать о том, как это все дело делается. С чего начать? Ну, давай я сейчас по своему мнению, откуда появилась вообще история с комбан-досками. Я подозреваю, ну, просто если копнуть в какую-то литературу про производственный комбан, есть там комбан-доски. Эти комбан-доски отражают в одном месте, где какие сейчас находятся, на каких этапах находится нехватка каких-то ресурсов. Просто эта сводка не карточка, которая непосредственно специалисту передается, а на пульт управления в некотором таком, где отображается текущее сейчас состояние. Вот там и называется обычно комбан-доска, потому что она показывает, на каком этапе у нас не хватает, где какие сигналы происходят. Вот. И она, по-моему, еще совсем там какая-то древняя, ну, где встречал там прям отображение доски, где показывается копия, вставляется карточки о том, что здесь чего-то не хватает, и специалист бежит с этой карточкой на следующий, на предыдущий этап работы, чтобы перетащить. Потом, когда он возвращается, забирает, и, соответственно, человек, управляющий процессом, в одном месте видит весь состояние. Там это называлось, точно в той литературе, где я это видел, это называлось комбан-доской. Вот. Есть сокомни, где бы это только. Может быть, до Toyota Way? Может быть. Я, когда готовился к этому видео, я хотел поискать, действительно, вот, как бы, на тот же самый вопрос ответить, что и Паша сейчас говорил, то есть, а что такое там в приживом производстве комбан-доска, и именно обращался именно к первоисточнику, то есть, к тойотовскому применению этого дела всего, то есть, как оно было сделано. И чаще всего там появлялась именно такая вещь, то есть, когда у вас заказов слишком много, для того, чтобы хранить каким-то образом вот эти карточки, часто использовали доску с кармашками, в которые клались вот эти вот карточки, да, и там было видно как раз именно то, что сейчас еще не попало в работу, то есть, все вот эти вот очереди каких-то запросов, да, то есть, потому что комбан в одну сторону идут запчасти для сборки, а в другую информация. И вот эта комбан-доска – это агрегатор информации, то есть, человек распечатывал большое количество карт, рассовывал их, потом приходили специалисты, смотрели, ага, мои ячейки пустые, я ничего не делаю, в моих ячейках что-то есть, я беру, опять же, это удобный тул фиксации завершения работ на текущий день, да, не бегать по, там, всему. Да. Так, ну еще один вопрос. То есть, в комбане все-таки первично это, как бы, сигнал, то есть, в бережливом производстве это карточка, в нашем современном комбане это, наоборот, отсутствие карточки. Если хотите про это чуть подробнее, то есть, тоже поищите мой вебинарчик, который называется «Мифы о комбане». Можете ли прокомментировать какую-то open-source систему визуализации доски? Порекомендовать, коллеги, я не знаю, честно. Вот, как это, из проприетарных систем, вот у нас в чате там человек есть, вот обратитесь чуть выше по чату, разработчик одной из, ну, руководитель компании, который разрабатывает одну из систем. А open-source я не видел. Но open-source я тоже не встречал. Ну, смотрите, есть Redmine, у него есть какая-то визуализация, но это все настолько примитивно сделано. И это сложно просто тут настроить. Мы как-то пробовали. пробовали, это ничего не получалось. В итоге все равно перешли на Jira и какие-то плагины сверху Jira ставились. Ну, окей. Поехали дальше, а то мы только две минуты отсмотрели. После того, как вы создали доску, то можно добавлять в нее задачи и пытаться проводить задачи по этому процессу. Таким образом работники передвигают задачи исполнки в колонку. Вы, как нам же, можете видеть, какие задачи в работе когда-нибудь выполнены и какие уже выполнены. И вот в этот момент ключевая философия Kanban начинает работать. Вы можете выявлять недостатки и предлагать улучшения процесса и пытаться их вводить. Например, добавлять новые колонки, изменять формулировку задач или, если вы, например, понимаете, что у вас все время слишком много задач в разделе дизайна, можно просто найти новых дизайнеров и расширить команду. А вот тут вот мы, наверное, надо было остановить пораньше. Ты вот в начале высказывания по поводу того, как проводить по вот этой доске задач, никакого когнитивного искажения не наблюдал. По-моему, там мы как бы вот как минимум три каких-то очень сомнительных утверждений у него было. В начале первое он... Ну, во-первых, что меня сейчас больше всего зацепило, это в том, что мы выстроили процесс работы и вот тут теперь можем менять. Подожди, прежде чем еще чего-то менять, мы выстроили процесс работы, где работа идет последовательными этапами. Вам не кажется, ребят, что это получается waterfall, который еще назвали почему-то и джайлом. Вот здесь какой-то, по-моему, есть диссонанс, даже если понимать канбан в том виде, в котором как бы его объясняет сейчас Роберт, то получается так, что вы сделали водопадные процессы, почему-то он должен быть гибким. Вот это непонятно почему. С точки зрения того, как найти какие-то улучшения, да, здесь Роберт что-то объясняет. Давай, наверное, дослушаем до конца его объяснения, как он там пытается рассказать нам, что где-то там дизайнеров не хватает или чего-то такого. Вот на этом построен вообще весь канал. Так, давайте назад. Изменять формулировку задач или если вы, например, понимаете, что у вас все время слишком много задач в разделе дизайна, можно просто найти новых дизайнеров и расширить команду. Стоп, 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 стоп. Если много задач на дизайне, то надо нанять дизайнеров, чтобы что? То есть получается… Ну, нет. Чтобы разгрести завал. Если у нас работа идет только с дизайнерами, то есть наши команды, наш сервис по поставке дизайнов, то может быть он где-то и прав, с одной стороны. С другой стороны, если у нас там процесс достаточно большой и огромный и у нас разгребление завала, то решение нанять еще дизайнеров может оказаться неочевидно неверным. Или очевидно неверным. Тут в зависимости от того, что там за система. Ну, как бы интернет. Ну, смотри, здесь Роберт описал достаточно простой процесс, в котором мы находим узкое звено и пытаемся его устранить. Но как только вы устранили узкое звено, например, наняли дизайнеров, у вас же узкое звено переедет, например, к программистам или к тестировщикам. Здесь надо искать баланс. И уж тем более, смотрите, природа работы, она может быть такая, что сейчас сезон, например, лето, и у дизайнеров много работы. А осенью, допустим, работы будет мало. Вы что, их увольнять будете? Ну, почему нет, кстати? А почему нет? Ну, подожди, у них есть онбординг и тому подобное, как бы, это никому не нужны такие вещи там. Так, поехали дальше. Скажи, пожалуйста, а тогда какие ключевые отличия канбана от Scrum? О, сейчас будет дичь, наверное. Сколько и то, и другое относятся к семейству Agile, то и там, и там примерно одинаковые роли. Есть заказчик, есть менеджер, есть однородная небольшая команда. Офигеть! В Scrum, оказывается, в Agile есть менеджер. Подожди, мы еще есть, это однородная, да? Получается то же самое, то и то. Мы еще не закончили считать. Давай, слушаем. Не там, а там есть бэклог, в котором есть какие-то юзерстори, которые просто описывают требования. Но самое главное отличие в том, что Scrum подходит, когда необходим четкий график выполнения и задачи работы. В Scrum есть спринты, и к концу каждого спринта команда сдает какую-то работу. В Scrum есть спринты. Ну, ребята, у нас все-таки сейчас про Kanban, давайте не будем комментировать его понимание Scrum, а можем это разобрать на отдельном вебинаре. Давай, что скажешь про Kanban? А что тут говорить-то, собственно? Подожди, я еще не до конца понял мысли. Пока ты не до конца понял, я одну штуку расскажу. Смотрите, в Kanban, собственно, не очень любят термин бэклог. Считается, что бэклог – это некоторая черная дыра, в которой теряются обязательства. Потому что термин бэклог широко стал распространен. Распространение получил благодаря Scrum. Там есть определенный артефакт. Бэклог и спринт бэклог. Но просто если смотреть на бэклог, как на список в разной степени готовности, или, можно так сказать, готовности к тому, чтобы Scrum команда смогла это взять в работу, список запросов к продукту, то они находятся все на разных этапах работы. По каким-то из них есть определенного рода обязательства, по каким-то нет. И это все находится в одной большой куче свалки. Поэтому часто вот этот вот бэклог – завал, его пытаются визуализировать тоже в виде какой-то последовательности, либо с помощью каких-то инструментов визуализации на тикете. Ну, любой, кто работал в Scrum команде, там, наверное, больше полугода, примерно понимает, как выглядит бэклог команды после полугода работы. Это такая достаточно серьезная черная дыра. Там из 200, от 200 до 800 элементов. И с ней надо каким-то образом работать. И здесь мы можем использовать Kanban-метод в помощь владельцу продукта и Scrum-мастеру для того, чтобы держать бэклог продукта в каком-то удобоваримом виде. И ничего не продалбывать в нем. Ты смог сформулировать? Самое интересное, что если измерять time-to-market на входе, ну, как бы, lead time полностью от входа бэклога задачи до реализации, то покажутся совсем неинтересные циферки. Но это, скорее, не lead time, это time-to-market. Потому что lead time – это как бы взятие обязательств. Да, Scrum-команда берет обязательства на, соответственно, спринт-планинге. Нет, тут еще момент, на самом деле. Очень важно, часто путают… Бывает, на самом деле, так, что линия обязательств, она размазана. Когда, например, прибегает менеджер и говорит, что «ребята, у меня есть задача, нате». Ребята такие взяли, положили ее в бэклог, она лежит и работает над своими задачами дальше. Это синхронное обязательство. Да. И при этом менеджер, который пришел с задачкой, уже думает, что они работают над ней. А факт работы, взятие обязательств еще не произошло. Вот. Это еще один интересный момент, к чему приводит большое-большое увеличение бэклога. Ну, по сути, по сути, да, это такая вот штука есть. В компании задачи оцениваются по времени и сдаются индивидуально. Окей. В компании не используется никакая система оценки. То есть, из-за того, что это инструмент, начните с того, что есть сейчас. Вот как вы оценивали, так и оценивайте. Только при наборе определенной статистики мы могли бы переходить к так называемому проблобалистическому методу оценки. То есть, когда мы на основании статистики можем дать прогноз о том, когда что будет завершено. Я думаю, так, если коротко сказать. Это значит, что по мере того, как задача взялась в работу, конкретная задача оценивается, конкретно, независимо от других, проходит по всем этапам, так как удобно вашей команде. И, как только задача выполнена, ее можно задать, например, на продакшен или отдать, показать заказчику. И нет четкого графика. То есть, Kanban в целом более гибкий. Ну, насчет нет четкого графика, это, Роберт, зря так загнул, потому что в зависимости от внешних обстоятельств у вас могут быть рабочие элементы, у которых есть четкий дедлайн. Есть рабочие элементы, которые должны резко обогнать другие рабочие элементы на доске. Ну, и, как бы, гибкость достигается только за счет того, что мы даем возможность такое сделать, а не за счет того, что у нас не контролируется внутри никак, никаким таймингом ничего. И сфокусирован на отладке конкретно вашего рабочего процесса, а не удовлетворению конкретных четких требований сдачи и планов, например. Поэтому... А не создает ли это определенный хаос? Вот, кстати, что-то здесь тоже неправильное в консерватории, потому что Kanban, он не про то, что надо простроить процесс. Kanban это, скорее, про то, чтобы заказчик у вас получил то, что он хочет, именно так, как он хочет. А хотеть он может по-разному. Вот. А то, как у вас внутри процесс работает, это мы отстраиваем этот процесс для того, чтобы заказчика удовлетворить. В создании... То есть Kanban метод применяется к улучшению процессов для достижения целей, которые ставятся перед сервисом, собственно. Да. Сама по себе мотивация к тому, чтобы заиспользовать у вас Kanban, это когда что-то идет не так в текущем процессе. И вы можете с помощью Kanban, во-первых, это визуализировать, чтобы выявить, и потом, соответственно, что-то с этим сделать, каким-то образом это исправить. Процесс работы. Может появиться хаос, если есть какая-то работа в команде или на проекте, которая не отражается на доске. Если... Вот этого очень важно избегать. Если... Вот тут Роберт совершенно прав. То есть никакой скрытой работы. Какая-то работа или какая-то часть вашего процесса не отражена на доске, и ее нельзя увидеть, то это создает хаос, потому что теряется контроль. Но если доска организована достаточно хорошо, и люди придерживаются использования этой доски, то как раз благодаря визуализации можно хаоса избежать и организовать процесс лучше. Вот. Потому что по мере того, как задачи поступают, вы их решаете. Нет никакого плана, нет никаких спринтов. Непредсказуемость. Но с другой стороны, можно что сказать? Просто паузу поставить, чтобы сказать... Ну... Ну... Scrum в принципе... Здесь он прав, на самом деле. Scrum очень сложно применим к какой-то потоковым типам работ, где у нас сервис обслуживает и не создаёт какой-то там суперновых продуктов. Нет исследовательской части, где необходимо. Ну, в принципе... Ну да, проработать эксперимент. Где у нас Scrum хорошо работает, кстати? Разработка инновационных продуктов. Разработка инновационных продуктов. Разработка инновационных продуктов. Он для этого и был придуман. В нём прям так и прописано. Да. Так. И он тут прав. Надо отметить, да? Да. Роберт молодец. Шаги работы техподдержки. К вам заступают эти запросы от клиентов, вы их анализируете, может, передаете в разработку, потом отдаёте обновление заказчику и так далее. И это можно представить в виде канбан доски и очень удобно выявлять, если, например, в каком-то конкретном этапе вы очень медленно решаете вопросы заказчиков или есть какая-то зависимость, которая работает. А, кстати, вот такие вот объясняющие видео порождают как раз вот этот вот антипаттерн, что типа скрам для разработки, комбан для поддержки. Может быть. Я думаю, не может быть, а точно. Так, сейчас я чатик выведу, там что-то у вас есть. Ну, не надо обзывать Роберта инфобизнесменом. Некоторые мысли он хорошие даёт. Да, да. То есть, я бы так за глаза человека не обвинял. То есть, тем более, скорее всего, он либо преподаватель, либо, может, вообще практикующий менеджер. То есть, ну, у человека может быть просто неправильное понимание процесса из-за того, что, грубо говоря, в какой-то момент либо не прокопал эту вещь, не сходил на обучение, не прочитал нужную книгу. Ну, просто у него, возможно, не было, как бы, ну, никто ему не посоветовал чего-то такого полезного. Вот и всё. А может быть ещё, на самом деле, он просто, может быть, он и хорошо всё знает. Единственное, что ему заявили, что уровень должен быть какой-то сверхмега простой. Кстати, тоже такой вариант может быть. То есть, надо именно на пальцах попытаться это дело объяснить, а объяснить Kanban за пять минут простыми словами – это та ещё задача. Или другим хорошим примером в приложении Kanban является подбор сотрудников. Часто HR применяют вот такую доску. В этой доске есть несколько этапов. Например, у вас есть новые кандидаты, есть кандидаты в рассмотрении, например, резюме, есть кандидаты на этапе собеседований, после собеседования вы можете принимать решение, и потом этот кандидат либо выбираете на работу, либо вы, например, отказываете. И весь этот процесс… Видел тёплую ламповую джиру. Да. Давай смотрим дальше. Можно описать в виде Kanban доски, и каждая задача или каждая карточка на этой доске – это новый кандидат на работу. Например… Кстати, если описывать процесс рекрутмента, то это должна быть не кандидат, а вакансия. Потому что заказчик у вас просит вакансию, а не кандидата. А если у меня там 4 кандидата на вакансии, как я ее буду по накоплению… А это по-разному. То есть у тебя на самом деле получается так, что у тебя воронка такая, что в начале кандидатов много, а к концу она воронка сужается. То есть я работал тоже с рекрутерами, и тут именно такая штукенция – послушать, я тебе потом кейс дам почитать. Круто. Например, на этой доске есть ограничение на количество людей, которые вы рассматриваете после собеседования, потому что очень неудобно было бы провести 10 или 15 собеседований и пытаться выбрать лучшего кандидата. Гораздо удобнее провести несколько, например, 2 или 3, и выбрать между двух и между двумя литрами. Поэтому колонка выглядит, показывается, красной, потому что здесь слишком много людей в просмотрении, и это не эффективный процесс. Да, и можно определить, кто тормозит процесс. Нет, тут, по-моему, он ошибся. Если много людей в просмотрении, это может быть и хорошо, на самом деле. Ну, тут частный случай конкретный. У больших энтерпрайзов большая проблема. То есть, смотрите, если отвлекаться от темы немножко нашего вебинара и посмотреть на проблемы рекрутмента крупных компаний сейчас, то сейчас уже паттерн, когда руководитель какой-то приходит и говорит, вы мне нагоните в вороночку каких-то кандидатов, я выберу, а потом вызову на интервью их. Сейчас уже процесс так не работает. Так работало 10 лет назад. Сейчас рекрутер может так по одному их вытягивать. Есть, наверняка, компании, в которых люди очень сильно хотят работать. Если мы берем IT-отрасль... Бывают еще разные типы. Где-то прям построенный поток, может быть, операционная деятельность. Я бы просто сказал некоторый такой паттерн. То есть, допустим, работать в коммерческом банке, может быть, программистом выгодно, но это не самый лучший HR-бренд с точки зрения. А работать в IT-компании среди таких же IT-шников, как и ты, и делать какой-нибудь там продукт номер один в мире – это тоже достаточно крутая вещь. Поэтому вот именно в крупных энтерпрайзах там по одному по одному. То есть, там нельзя пару сотен кандидатов нагнать, чтобы как-то разобрались. Подожди, здесь есть вопрос. Если нельзя иметь скрытые задачи, то как сочетаются операционные задачи, которые не стоит вносить на доску из-за их многочисленности? Артем, привет. Соответственно, здесь такая штука, допустим, что не стоит выводить на доску. Не стоит выводить на доску задачи, на заведение которой, ну, на заведение этой задачи на доске, что тратится время, там, сопоставимое с решением этой проблемы. Здесь у вас появляется одна из больших проблем. То есть, такой поток задач может быть абсолютно неконтролируемым. Его тоже надо контролировать для того, чтобы у вас был какой-то баланс между операционной деятельностью и деятельностью проектной, допустим, с использованием доски. Здесь у меня рекомендация чаще всего такая. То есть, мы выделяем в течение дня таймфрейм. Например, с 10 утра до 12 утра я работаю с операционкой, а потом я занимаюсь проектными задачами. Вот. Иначе это тоже будет хаос, как говорил Роберт. То есть, это действительно будет хаос. И, кстати, баланс в виде, сколько времени мы тратим на операционку, он тоже должен зависеть от деманта, от загрузки, которая найдет, и точно так же может быть перестраиваться на специальных, как канбан-собраниях, типа, там, обзора сервиса, в зависимости от того, как идет нагрузка. Ну, тут надо еще напомнить, что бывает еще и другая крайность. Например, есть сервисы обслуживания, в рамках которых создаются просто тысячи задач, и какая-то визуализация этого просто кошмарное дело. Там уже нужны такие системы автоматизации распределения, какие-то там суперматематические программки, которые будут уже автоматом распределять что-то по каким-то, ну, то есть искать эти бизнес-процессы и так далее. Вот, наверное, этот крайнец тоже не подходит для визуализации доской. Да. А кейс про рекрутмент, ребят, он проприетарный, не могу. Например, если технический специалист слишком долго рассматривает резюме, и это стопорит в целом процесс рассмотрения канеда, то можно, например, подключить больше технических специалистов и изменить процесс рассмотрения. К тому же, благодаря тому, что в целом все карточки, то есть все кандидаты и рассмотрения однотипны, то можно выявить, как много, статистически можно выявить, как много карточек проходит через все эти этапы, например, в месяц или в неделю. Ну, кстати… У него, наверное, какой-то конкретный случай, в котором эти карточки могут быть однотипны. Ну да, то есть это слишком простая жизнь, когда у вас карточки однотипны, потому что если, как он говорит, канбан-система рекрутмента, извините, отдел рекрутмента, он занимается всем, и наймом и аналитиков, и рисковиков, и продажников, и все, то есть, грубо говоря. Единственное, в крупных организациях обычно разделяют массовый найм и немассовый найм. Массовый найм – это там всякие девчонки-операционисты, там колл-центры, там подобное. А немассовый найм – это как раз ребята, которые мозгами там часто работают, которым там требуется что-то там поисследовать, поизучать или что-то там накодить. И совершенно разный подход, совершенно разный тип задач будет. Да, то есть у вас всегда будет абсолютная, как бы, ну, там, каша в статистических данных, которые у вас есть. Именно поэтому вам надо все-таки вспоминать Матстат, когда вы начинаете анализировать статистические данные. Кстати, как бы то ни было смешно, когда я начинал читать очень много про комбан, возможно, смотреть подобные видео, я тоже начинал думать, что надо задачи подгонять под одинаковость. Они должны быть, мы их должны декомпозировать на одинаковые кейсы. А смотри, это идет ножками, как бы, в производственный комбан, потому что, если мы посмотрим тойотовские принципы, то там что у нас стоит? У нас там стоит стандартизация. Стандартизация. Стандартизация операций. То есть, и вообще, в принципе, любые средства, как бы, для оптимизации именно производственных процессов, материального производства, это стандартизация деятельности. Здесь мы стандартизовать никого не можем. Особенно, смотрите, если у вас сервис рекрутмента, подбирать топ-менеджеров. Это вообще индивидуальный подход к каждому кандидату. Тут вообще там никакой статистики может не набрать. Ну да, потому что топ-менеджеров мы берем, как говорится, не каждый день. Ну, к чему это привело? В принципе, просто к нормальному осознанию того, что, да, задачи не могут быть одинаковыми. В принципе, наверное, многие, кто пытался таким образом выстроить процесс с одинаковыми задачками, в итоге все равно эти все идеи крашились о реальность. Окей. Давайте дальше. Так можно понять, как много людей вы можете эффективно рассмотреть за какой-то промежуток в вашей команде. Окей, с этим понятно. Расскажи тогда еще, как использовать Kanban в процессе разработки продуктов. Конечно, поскольку это методология agile, то она в первую очередь предназначена именно для разработки обычной сферной команды. И вот у меня здесь есть более продвинутый пример, когда используется не одна комбанда в процессе 2. Потому что зачастую, когда... Можно тут паузу? У меня складывается впечатление, что он делает равно между agile и это для разработки программного обеспечения. То есть и такое вот где-то проследуется, нет? Ну, знаешь, изначально, если смотреть, название agile все-таки полностью это как это, манифест of agile software development, по-моему, как-то так оно называлось, да? Так, давай дальше. В работу нужно, может быть, добавить им больше детализации, более подробно описать требования и, например, нарисовать дизайн, потому что по дизайну гораздо удобнее оценивать задачи. И поэтому есть целые две доски. Одна доска включает такие шаги, как сам бэклок, а задача взята в работу и находится на этапе расписания, например, Product Manager. После того, как Product Manager полностью описал задачу, это можно передать дизайнерам, и дизайнеры будут делать какие-то макеты или шаблоны. После того, как дизайнеры закончили свою работу и задачу можно передать в разработку, то она висит на верхней доске, пока у программистов не появляется время, и они не могут взять новую задачу. Вот это как-то выглядит водопадом только с... С двумя досками. Нет, ну это реальный водопад, который мы еще и Java называем. Программисты могут брать следующую задачу. Они берут уже готовую дизайнерную задачу и по дизайну, например, делают оценку. После того, как и закончена оценка, задача берется в работу и программисты пишут код. После того, как код написан, переходит от акт тестирования, тестировщики работают. После того, как, например, был один баг, задачу можно вернуть назад в разработку. И как только задача обширает от тестирования, она попадает, например, в deployment. И когда она попадает на сервер, задача выпадает. Таким образом, у нас есть две независимые доски, которые соответствуют своей команде, например, команде разработки дизайнов и команде разработки персонального продукта, реализации. И можно выявлять, на каком этапе у вас не хватает силы, или, например, на каком этапе задачи топорятся. Я здесь хотел бы сделать отсылку, может быть, какое-то зачаточное знание о discovery и delivery системах у Роберта есть. Потому что все-таки дизайн – это часто вкусовщина, и многие вещи могут отбрасываться. Дизайнер может готовить несколько вариантов реализации. То есть, грубо говоря, все, что до команды разработки все опциональное, когда это попало в разработку, это надо дотащить до проды. Поэтому он разделил на две доски дизайн. И это он сделал правильно. То есть, может быть, по наитию своему собственному, может быть, по тому, какая его орг структура была. Опять же, может быть, мы не знаем, но Роберт в курсе, просто ему нужно какими-то очень простыми способами объяснить. Да, то есть, может быть так, что он просто простыми словами пытается объяснить эту сложность штуки. Поэтому в каждой из колонок можно добавить какое-то максимальное количество опективных задач. Вот так на примере комбана можно очень удобно организовать рабочий процесс. Спасибо большое, Роберт, за такую интересную, познавательную беседу. Я обращаюсь к нашим зрителям, что если вам нравится такого формата видео, то тогда пишите в комментариях, какие темы вы хотите, чтобы мы еще осветили. Спасибо и до скорых встреч. Окей, у нас появился вопрос, да, обязательно ли оценивать задачи или это опционально. Смотрите, с точки зрения комбан, как бы, вот как оценить, если вы оценивали, то оценивайте. Если у вас, допустим, есть из-за этого проблемы, комбан подсветит эту штуку вам, вам придется ввести какую-то систему оценки. То есть это уже ваше решение будет. Комбан не наседает ни с какой системой оценки. Тут надо исходить из запроса. Если клиенту надо, чтобы вы их оценивали, вы можете оценивать. Ну да, иногда это будет требованием клиента. Иногда это просто обязательно. Паш, ну чего, я три видео приготовил. Третье точно жирненькое, второе коротенькое. Мы можем просто покороче объяснение делать. Да, и тем более, как бы, здесь, скорее всего, паттерны будут повторяться. Я думаю, все-таки третье видео лучше оставить для отдельного стрима, попотрошить его там. А сейчас вот сделать вот такое видео, на котором Юлия Варина некоторая объясняет, с чего начать с комбаном. Всем привет, меня зовут Юля, я менеджер IT-продуктов. И это моя серия видеоуроков, посвящена аджерам методологии. А про? Уроков. То есть не просто, а целый урок. В наших выпусках мы сами усудили что-то по аджерам методологии. Чем она полезна? Опять же, есть тоже, это не про наш стрим, но нет такой вещи, которая называется аджерам методология. Есть аджерам методологии. То есть аджайл это некоторое такое зонтичное понятие. Даже многие тренеры прям рисуют зонтичек, под которым различные подходы, которые используют ценности и принципы джайл-манифеста. И комбан не является одним из них. Как мы с помощью ее сможем достичь до бирюзовой организации? О! Так? А зачем? И как мы до бирюзовой организации? То есть, как бы, вот что? Ну ладно, оставим за скобкой, мне кажется, это слишком too much. Да? Подожди, вот самое интересное, что 15 секунд прошло, и мы услышали очень много полезных, интересных, цепляющих слов. Аджайл, бирюзовая организация, что еще? Методология. Все, это видео смотреть надо. Все там сейчас, нам сейчас расскажут. Сейчас все расскажут. Также мы обсудили один из инструментов аджайл-методологии ПСКРА. Сегодня будет другой инструмент. Это канбан. Если также мы откроем руководство по канбану, то увидим следующее определение. Это способ управления работой в духе аджайл. Он содержит всего 6 правил и предлагает эволюционный переход от привычного образа мышления к аджайлу. Где мы такое руководство нашли? На телефоне. На телефоне. Ой, Юля, если когда-нибудь ты это увидишь, пожалуйста, поделись с нами. Ссылками. Да, ссылками, потому что это очень хочется узнать, где такое пишут. Вот. Если вообще, в принципе, хочется узнать немножечко, хотя бы так поверхностно об этих инструментах, есть сайт edu.linkanban.com, там есть раздел ресурсы и есть бесплатная книга, которая называется Essential Condensed Kanban Guide. Скачивается бесплатно. Есть неофициальный перевод его на русский язык, он лежит на сайте, который называется Kanban Guide.ru. Это вот да. Но, как бы, я причастен к этому Kanban Guide и нет там таких определений. Ну, кстати, насчет шести практика на права. Правило номер один – это визуализируйте потом задачи. То есть все задачи записывайте на видном месте. Опять, очень узкое применение задачи. То есть не проекты, не страт инициативы. Записывайте на видном месте, сейчас нам список туда еще расскажут. Чтобы любой элемент знает, как стоят дела. Я приведу вам пример, как можно это сделать в Excel. Вы в Excel таблицу разделяете на несколько колоночек. Например, первая колоночка – это будет у вас Backlog задач. Вторая – это в работе. И третья – это готово. Когда вы будете развиваться по Kanban, вы сразу можете разделить эту таблицу на более мелкие столбики. Например, в нашей команде есть такие. Это Backlog задач, это в работе, это тестирование, это проверка на Demi и заливка на бой. Следующее правило. Ограничивайте количество одновременных в работе задач. Вот тут интересный, кстати, был вопрос касательно того. То, что было нарисовано в Excel, по мне, это выглядело как паттерн для того, чтобы распечатывать эти карточки, а не отслеживать их. Ну, подожди. По-моему, если мы посмотрим дальше, то там Excel, скорее всего, пропадет. Мне тоже так кажется. Может быть, просто Юля там не до конца поняла, как у нее там в команде ребята Excel пользуются, но мне кажется, что они в Excel просто рисуют эти карточки как шаблоны. А зачем тогда в Excel указание какой-то обработ и еще ограничение между звездочками? А там было такое? Я просто не помню. Давай найдем. А, было, то есть реально доску сделали. Окей, едем дальше. Следующее правило. Ограничивайте количество одновременных в работе задач. Следовательно, зафиксируйте лимиты у каждого столбика. Вы можете это фиксировать. Лимиты прямо наверху у заголовка. Там в скобочках писать, сколько количество задач могут быть в этом столбике. Что-то за ту какое-то интересное. Это, слушай, это, по-моему, канбанайс, может, очень старый. Я точно не помню, но это, по-моему, скриншот чуть ли не Майка Барроза какой-то. Смотрите, ребят, то есть писать... Это одна из форм того, как организовать визуализацию. И она называется виртуальный канбан, когда вы пишете количество ограничений прямо над колонкой. Но форм того, как ограничить незавершенную работу, очень много. Ограничивать незавершенную работу можно по типам работ, по человеку. То есть у человека не больше, чем столько-то работ может быть. По классам обслуживания. Всего слишком много может быть. Ну и способов визуализации тоже множество. Как ограничивать? Да. Если вы используете специальные сервисы, например, Jira или U-Track, ее используют обычно, если у вас команда, либо довольно обширная, или вы работаете все на удаленной основе. В Jira и U-Track есть специальные установки, которые не позволяют передвигать задачи, если уже столбец перегружен. То есть лимит у него зафиксирован. И кроме того, также расставляете приоритеты. Приоритеты вы можете расставлять просто стикерами. Там красный стикер – это критично, желтый, не знаю, менее критично, там зеленые, вообще обычная задача. Перейдем? Ну тут вот приоритеты на классы обслуживания пытаются развернуть. Слушай, я бы не стал сейчас акцентироваться, потому что есть понятие приоритетов, и многие именно цветами пользуются для обозначения приоритетов, а не для классов обслуживания. Иногда для типов работ. Цвет карточки – это всего лишь инструмент визуализации. Ну ладно, будем считать, что она так сделала. У нее может быть так, да. Да, то есть одна из больших причин вот этих вот приоритетов – это из-за чего один стикер должен другой стикер обогнать на доске. То есть вот так вот. Использовать приоритеты с точки зрения того, что на комбан-доску должны попадать вначале там красные стикеры, потом желтые, потом зеленые – это не то. Сразу правило 3. Правило 3 – это контролируйте поток задач. Когда вы разделите все задачи на столбики на комбан-доске, то увидите, что какой-то столбик пустой, какие-то перегружены. Я, например, нашла такую комбан-доску у… Ты хочешь что-то сказать? Нет, нет, я сейчас с Дукой, наверное, это скажешь. …в команду. У них как раз недозагружен столбик собеседования. Что нужно сделать? А, я тоже слышал. Вы должны проанализировать данную доску и обнаружить, например, что какие-то сотрудники у вас загружены, а другие менее загружены. Следовательно, менее загруженные сотрудники помогают, которые загружены в странице. Все очень просто. Либо у вас много задач, которые требуются уточнения. Так уточните. Так уточните. У нас проблемы с качеством. Так исправьте его. Ну ладно. Есть проблема, которую она, может, не озвучила. Но когда у вас очень узкоспециализированные специалисты, а еще и дорогие, то заставить их пойти помочь другим специалистам, которые… в области которых они вообще ничего не шарят, очень сложно. И тем более дожидаться, что кто-то вдруг нечаянно сам освободился, это тоже тяжело. Мы вип-лимиты вводим именно для того, чтобы каким-то образом кто-то мог освободиться вообще для того, чтобы над потоком сфокусироваться. Ну, то есть это, в принципе, возможно кого-то позвать куда-то на какой-то этап накопления знаний, чтобы он помог. Например, тестировщика можно позвать на этап анализа, потому что он знает хорошо систему. А дизайнера можно позвать на этап тестирования вполне себе, если идет речь о тесте дизайна. Там разработчика можно позвать тоже на какие-то этапы, но это, возможно, не всегда. Окей. А мне знаешь, что показалось? Я, может быть, прослушал неправильно. Там доска была, нарисована опять же работа рекрутеров, и там она сказала, что там завален этап собеседования, что ли, и менее загруженные должны прийти туда. А кто менее загруженные, если все рекрутеры делают одну и ту же работу? Подожди, еще самое интересное, может быть, один рекрутер ведет по накоплению знаний от начала до конца? Один от начала до конца. То есть, как бы, здесь вопрос примерно такой, что, может быть, разделены какие-нибудь IT-рекрутеры и бизнес-рекрутеры. И бизнес-рекрутер может, если он освободился, помочь IT-рекрутеру. Но если у нас все однотипные IT-рекрутеры, то от того, что, ну, грубо говоря... У нас недозагруженный один столбец, это говорит совсем не о том, что кто-то... Это не об этом говорит, да. ...кто-то недозагружен. Окей. Всем необходимый вопрос, чтобы эти задачи наконец-то были завершены или двигались дальше по столбикам. Потому что в компании главный принцип, что с каждой задачей прошла как можно быстрее каждый столбик. Вот, ребят, нифига! Потому что в компании главный принцип – это для того, чтобы заказчик получил то, что ему надо, как ему надо. А ему надо, может быть, конкретной дате, ему надо как можно быстрее, а может быть, и как-то по-другому. То есть, как можно быстрее – это не самая, как бы, важная вещь. Ну и тут еще акцент. Все-таки, наверное, не надо протащить задачи по всем столбикам, а скорее нужно закончить задачи. Да, да, да. То есть как бы ни в протаскивании дело. И оказалось в конце таблицы. Это как игра в шашки. Чем быстрее ты идешь до противоположного поля, тем быстрее ты выигрыш. По-моему, в шашках надо съесть все, а не до конца поля пройти. Там только если до конца поля ты дамки сделаешь. Нет, в дамки, в дамки. Но игра не выигрывается. Она, может, имеет в виду, что надо пройти в дамки. А, ну окей. Ну, в дамки. Вот смотрите, это вопрос, что сервис not fit for purpose. Если мы прошли все у нас дамки, но игру-то мы не выиграли. Не выиграли. Это вот как бы заказчик недоволен. Что вы мерили, да? Да, серьезная как бы проблема тоже с пониманием. Правило четыре. Сделайте договоренности и ожидания явными. Все ваши правила, которые вы используете на конкурсе. Вот, кстати, что хочу сказать. Она перечисляет практики канбановские в какой-то очень-очень странной трактовке, очень-очень странной формулировке. То есть по-английски то, что она сейчас объясняет, звучит как make policies explicit. По-моему. Сделай правила явными. Подожди, еще не кроме правил, еще что-то сказал. Давай сейчас послушаем. Офлайн-доски зафиксируйте. Если у вас удаленная команда, вы можете это зафиксировать просто в Word-овском документе. Если у вас, допустим, офлайн-доска, то я нашла такой интересный пример. Вы можете фиксировать просто стикерами у каждой колоночки. В этих правилах вы должны написать, например, как мы расставляем приоритетную задачу. Если я передвигаю задачу в следующий столбик, должен ли я кого-то предупредить об этом? Либо какие условия, чтобы я передвигал эту задачу в следующий столбик? Также вы можете написать свои лимиты. И еще какие-то другие правила, которые вам необходимы при работе. Стоп, стоп, стоп. Тут не надо опять же помнить о том, что не то, чтобы необходимо не устанавливать правила, а выявить. Первая часть фразы сказала правильно. Нужно выявить те правила, которые сейчас работают. Они могут быть скрыты. Мы можем их не озвучивать, но по-хорошему их сделать, визуализировать. Да, то, как есть сейчас по факту. Может быть, когда вы приходите и только начинаете применять комбан-метод, оказаться следующим, что у вас визуализировано то, что в реальности не происходит. И, допустим, есть какие-то правила, которые мешают работе. Или они не выполняются. Но они где-то описаны в ордовском документе, и они как бы есть. И как раз-таки вот первая часть ее фразы была правильно. Нужно визуализировать то, что есть сейчас, но не для того, чтобы принудить, а выявить. Ну, как-то я уже начинаю переходить на ее уровень языка. Ну, слушай, но я все равно, я бы готов ей поаплодировать. Потому что она неплохо достаточно описала эту практику. Почему? Потому что многие очень сильно забывают вот эти вещи делать. То есть правило того, как мы втягиваем работу, на основании чего мы делаем выбор, что из какой-то очереди стоит втянуть в работу. То это действительно надо визуализировать. И тут она очень хорошо все это дело подсветила. Да, действительно. Здесь, может быть, надо это правило, надо ревью делать и описывать правила те, которые есть сейчас. И если вырабатываем новые договоренности, их надо тоже туда вытаскивать. Просто чаще всего, как получается на практике, что визуализируют, например, только вип-лимиты. И второе, definition of done для каждого этапа работы. А вот правила взятия в этот этап каким-то образом не описывают. Хотя это стоит делать. Ну, правило, соответственно, соотнесения какого-то запроса к какому-то типу работ, к какому-то классу обслуживания. Задача, может быть, удалена из этого этапа. Анализируйте свою работу. Как и в скраме, Канбат тоже советует приводить мероприятие, то есть планерки. В своей команде, одной из команд, мы делаем следующие планерки. Это каждый день, это каждую неделю и каждый месяц. Каждый день мы обсуждаем два вопроса, как и в скраме. Что мы делаем вчера и что мы делаем сегодня. Вот это точно вам не поможет для того, чтобы протаскивать, как вы говорите, как можно быстрее через доску стикера. Через все колонки стикера. Через все колонки. Вот эти вот старый паттерн скрамовского daily meeting, daily scrum, типа, что ты делал вчера, что будешь делать, сегодня есть проблемы. Он хорошо работает, если у вас из трех колонок доска. Когда у вас доска из большого количества колонок, вам надо фокусироваться именно на том, как берете какой-то рабочий элемент, готовый уже почти к концу, то есть в конце доски. И задается вопрос, что надо сделать, чтобы его переставить в следующий этап. Кто этим занимается? Когда это может быть закончено? Есть ли какие-то проблемы? Нужна ли какая-то помощь? То есть тут формат совсем другой. Там я бы еще отметил очень часто, это вот очень важно, наверное, отметить, когда в скрамовском митинге говорят о том, что нужно сделать, что ты делал вчера, что ты делал сегодня, какие есть проблемы, для чего, чтобы что? Чтобы выполнить цель спринта. Там это очень важная часть, которую очень часто забывают. Иначе, если мы забываем эту часть фразы, люди собираются на 15 минут, не зная, зачем собрались, поговорили, как проснулся за выходные, как провели и все. Паш, ну вот смотри, сейчас в последнем редакции скрам-гайда вообще формат проведения этого митинга убрали, но до этого даже были, вот как бы, если читать какой-нибудь блог Майка Коно, возможно, у него даже это было, что из разряда там не что ты делал вчера, что будешь делать сегодня, проводить daily митинг, а как ты приближал нас к цели спринта вчера, и как ты будешь приближать нас к цели спринта сегодня. Вот именно в таком формате. Командообразующая часть очень важная. Да. Вот. Там какой-то вопрос есть. Погодите, как же кривоугольные измерения cycle time или time? Разве они не для скорости прохождения? Измерять что-то для того, чтобы скорость? Нет. Смотрите, мы измеряем что-то для того, чтобы понимать, что творится, по сути. Как бы метрика должна быть actionable. То есть на основании нее надо какие-то определенные выводы делать. А уже, соответственно, скорость прохождения там, это факт некоторый. Соответствует ли этот факт тому, что хочет заказчик? Это уже четкий стрессор для того, чтобы что-то изменить в системе. То есть, например, давление масла в моторе как бы нам не покажет, как быстро мы доедем из точки А до точки Б. Давайте поехали дальше. То есть простая синхронизация. Каждую неделю мы подводим итоги и делаем анализ. Успеваем мы к дню релиза. В компании нет понятия спринта, но зато есть понятие релиз. Помните доску? Не знаю, где она взяла это, когда нет понятия релиза. Это, по-моему, лично ее, она даже в телефон не посмотрела, поэтому она предположение сделала. Возможно. Я показывала ричаров. Вот, допустим, у них есть даты, которые необходимо провести в какое-то энное количество собеседований. Кстати, обратите внимание на доску. То есть корзина, вакансии, контакт, состоялось собеседование, представлено собеседование, указано оффер. Если здесь вот это действительно выглядит как четкая воронка, зацените, вакансии дофигища, по ним идет большой-большой отбор, и потом они как бы сужаются, потому что до оффера доползает медленно все. И, допустим, донять энное количество сотрудников. Вот у них там стоит какая-то классная дата. И вот каждую неделю они собираются и обсуждают, сколько собеседований ее провели, удачно ли они эти собеседования, может быть, что-то надо внести, какие-то доработки в эти собеседования. То есть провели анализ. Каждый месяц мы обсуждаем уже после релиза какие-то преимущества, сколько мы денег заработали. То есть мы эти деньги обсуждаем прямо со всей командой. Правило, часть? Ну, это, кстати, их какое-то изобретение. То есть оно им нужно, потому что у них состоялся релиз, и надо какое-то ревью по нему сделать. Ну, подожди, тут это даже не ретроспектива, это просто сколько мы денег заработали, это декларация достижения цели. Ну, это, в принципе, хорошая практика для того, чтобы фиксировать какой-то результат и похвалить людей за что-то. Ну, как бы это с комбаном не связано. Проводить эксперименты. Комбан советует проводить два вида экспериментов. Какие эксперименты? Сегодня едим шаурму, завтра едим морковку. Два вида, подожди, два вида. Давайте угадаем. А, давай, два вида. Стоп, 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 стоп. Надо угадать. Ну, у нас сейчас специально стоит 30 секунд задержка, чтобы как-то видео немножко хоть выравнивалось. Вот, поэтому мы не можем сейчас интерактивно поработать с чатом. Окей, поехали. Это с количеством одновременно запущенных задач, либо расставлять эти приоритеты по-другому. Например? Ага, то есть приоритизация и изменение випов. Эксперименты. Ну, в принципе... Эксперименты ты будешь ставить. С точки зрения випов понятно, с точки зрения приоритетов это если только, ну, как бы если под приоритетом понимать то, что мы называем классом обслуживания, то возможно введение каких-то классов. Ну, хотя... Не-не-не, там может быть, знаешь что, может быть ты будешь ставить эксперимент, чтобы выяснить зависимость по процентному соотношению, сколько ты берешь этих классов обслуживания, сколько этих. может какая-то такая система. Ну, типа там... Сколько ты берешь на какой-то там этап работ, балансируешь по классам обслуживания, сколько ты берешь. Ну, если там, конечно, мы исключаем экспедит и фиксдейт, разделим, допустим, таких вот типов работы я беру 60%, таких-то 40%, таких-то 20%. Может такой эксперимент? Ну, может быть. И плюс соотношение, сколько мы там ставим ограничений, как это работает, только это что-то слишком сложно получается. Тебе нужно и так, и так, и с этой стороны стой. Ну, как бы, чтобы поставить эксперимент, надо иметь к нему стрессор определенный, понимание того, как ты будешь потом измерять результаты этого эксперимента. Здесь это тоже надо четко все понимать. Я видел другие виды экспериментов у своих коллег, они экспериментируются одеждой. В первую неделю, допустим, они одевали там синий цвет, во вторую неделю там оранжевый, третья зеленый. И вот они обнаружили, что в зеленой одежде они программируют намного лучше, чем в других цветах. Я ошибся. Прости. Я куда-то пошел в деври. Я что-то не то. А тут, оказывается, вот так вот, в одежде, то есть... Да, там... Кстати говоря, с точки зрения племенной, если посмотреть... Там, может быть, и работает. Да, это может работать, но это не в условии, что в зеленой одежде работается лучше, а когда в одинаковой. Есть племя, которое объединяется и имеет общую отличительную черту от других племен. Но почему тогда в красной они все плохо работали, а в зеленой тоже? А, ну если... Это да, но если раньше они в разнобой, а потом нечаянно пришли все в зеленый, оказалось, что так интересней. Ну ладно, это... Ребят, мы не ищем здесь корреляцию с этим, это скорее больше как шутка была. Ну вот, ладно, окей. Пусть будем считать, что у Юли это сработало хорошо. Поэтому вся команда сейчас ходит в зеленом свете. Поэтому на ваш выбор, какой эксперимент вы решите сделать. Просто главное правило, не бойтесь экспериментировать. И если у вас нет никаких противоречий, всегда включайтесь в эксперимент. И давайте переберем... Вот смотрите, самые важные, по-моему, эксперименты, это эксперименты, в которых есть противоречия. Да, то есть вы, как бы, берете определенный, как бы, кредит доверия для того, чтобы попробовать чуть-чуть это сделать как-то по-другому. И смотрите, какие там есть результаты. Потому что менять то, что легко меняется, это, знаете, как... Ты почему... Что ты ищешь здесь под фонарем? Ключи ищу. А где ты их потерял? Вон там, в 20 метрах. А почему ты ищешь здесь? Ну, потому что здесь фонарь светло. Ну, вот, иначе это выглядит примерно так. Нет, и основные тезисы. Каждый сотрудник инициативен и заботится о большем успехе. Он помогает, если у коллег сдавал. Сотрудники регулярно проводят эксперименты. И команда обсуждает в финансовой компании свой вклад в ее показатели. В компании происходит... Вот это вот очень сложно. То есть крупной организации, как бы, конкретно свой вклад в финансовый результат оценить практически невозможно. Особенно, если вы обеспечивающий сервис. Ну, окей. Какой вклад в финансовый результат сделает бухгалтер? Ну, черт. Экстром мастер, что далеко ходить? Не надо. Это твои локальные троллинги с конференции. Спасонные изменения. Это все основные правила канбанда. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте в комментарии. Если у вас есть идеи, которые вы хотите со мной обсудить, тоже задавайте в комментарии. Если у вас есть критика, конечно, пишите в комментарии. Ведь мы работаем по agile методологии. У меня все. Всем пока. До свидания. Это отличное видео. При том, что там в комменты мы там чего-то отписали. Но ответа нет. Но ответа нет. Что такое методология и откуда вы взяли такую трактовку канбана. А это ты писал. Кстати, я на самом деле написал здесь вопрос, что такое методология. Но у нее на видео, где она рассказывает, что такое agile, она рассказывала, что такое методология. А, я не посмотрел. То есть мы просто не посмотрим. У нее там сравнение есть еще. Можно еще потом посмотреть. Но вот как-то так. То есть там есть про agile, потом про скрам, потом про комбан. И вот в рамках видео про agile она рассказывала, что такое методология. Но тут, видишь, не было отсылки. Поэтому очень сложно. Вот. У нас тут в комментах небольшой тоже как бы произошел там обмен знаниями. Сейчас я переключу, чтобы полностью киношка была у нас с Пашей. Вот. Обмен знаниями по поводу того, что как бы задавание вопроса, что ты делал вчера, что ты будешь делать сегодня. Как бы больше там начинают увеличивать как бы информационный обмен между людьми. Так. А почему у меня пишут состояние, что трансляция приостановилась? Ну ладно. Будем считать, что тут какие-то глюки с каналом. И я просто перезалью видео. Вот. Ну на самом деле как бы вопрос того, как вы будете вытаскивать из них эту информацию. Именно здесь такое как бы собрание, оно проектируется под вас. И под вашу конкретную ситуацию. Я только общие правила обозначил. Ну что-то у нас тут интернет видимо совсем чего-то шалит. Я думаю нам надо каким-то образом уже закругляться. Давайте наверное прощаться, Паш. Ну может прочитаем, может последний вопрос все-таки есть. А я как раз и читал его про то, что ситуация, когда многие интересные вещи скрываются именно на митинге. То есть это нам говорят, что вот этот формат именно, что ты делал вчера, что ты будешь делать сегодня, взлетает. Фокус на нем на занятости людей. А нам нужен фокус на том, чтобы дотащить что-то до конца. Вот в чем вся большая разница. Ну мой опыт говорит о том, что комбайн митинг, когда мы акцентируемся на проблемах для того, чтобы люди могли работать, приносит больше результата, чем фокус на том, чем кто занят. Например, то есть идя по доске, по визуализации, которая у нас есть, с конца начала, выясняем какие проблематики, где нам что мешает продвигать задачи на следующий этап. Таким образом, не акцентируясь на тех задачах, в которых сейчас идет работа, мы, во-первых, человека не волнуем. Идешь, работаешь, все нормально, главное, чтобы задача не повисла надолго. А вот здесь у нас задачка с флажком висит. С флажком висит. А почему она висит? А почему она там... Начинаем разбирать. Ага. И записываем себе сразу же список to-do на первый же день, как там Team Lead или кто там у нас Delivery Manager, какие вопросы нужно порешать. Вот. И такой подход, как минимум, меня в практике приводил к тому, что, например, собрания с двухчасовых нескольких людей могли свернуться до 5-3 минут. Вот. Есть еще очень важная такая штука, это то, что после этого собрания сказать заветную такую фразу, есть ли еще какая-то информация, которой стоит со всеми поделиться. И это будет, как бы, тоже очень важно. Ну, ладно, чего-то мне тут уже творческая студия YouTube показывает какие-то странные выкрутации. Давайте завершаться, а то даже чат уже, по-моему, не обновляется, хотя говорит, что чат живой. Всем пока. Всем спасибо. Да, вот вам еще там кадрик с доставочкой, там попотрошили два видосика, я думаю, мы еще как-нибудь соберемся. Есть еще несколько видео, которые стоило бы рассмотреть о тех людях, причем даже, которые преподают канбан. Будет интересно. Давайте. Всем пока. О-хо-хо. О-хо. О-хо.